Кем человеку суждено стать, дворником или звездой эстрады определяют и случайные встречи, и расположение звезд, и настоящее чудо. Но юмористу Святославу Ещенко и к гадалке не нужно было ходить. Его дата рождения – 1 апреля. Говорит сама за себя. Я сейчас наберусь наглости и скажу, что я влиял на дату своего рождения. Я собирался прийти в этот мир юмористом, поэтому я выбрал этот день для того, чтобы родиться. В представлении людей вокруг юмористов только веселье и смех. Каким же было удивление Святослава Ещенко, когда выяснилось, в этом мирке творятся темные дела. Порчу друг на друга насылают. Вот на мне, кстати, была порча. Мне сделали очень много проклятий на смерть. Несмотря на свой талант и предопределение стать юмористом, Святослав Ещенко пришел в развлекательный жанр далеко не сразу. В родном Воронеже он прославился как драматический актер. Сменить амплуа Святослава побудила встреча с астрологом. Он сказал, что если после дня рождения сразу ты поедешь в Москву, то станешь известным артистом. Все очень просто было. Я говорю, да, ну и надо же, ну давай попробуем. Юмористический талант Ещенко отметили и его близкие друзья. Но поверить в свои силы Святослава убедил именно прогноз астролога. Тем более составил его человек, только что вернувшийся из Индии. А Святослав интересовался мистической философией этой страны. У меня был тогда период такой, я очень любознательный человек, и я все время думал, как мир устроен, как так жить в гармонии с природой, с ее законами, с Богом, с людьми, со всеми силами потусторонними. Я общался со многими разными интересными людьми, магами, чародеями, там, духовными людьми, просветленными, всякими интересными магами, там, немагами, разными людьми. Опыт такого общения пригодился в Москве. В столице Святослав почувствовал, на эстраде не любят новичков и пытаются устранить нежелательных конкурентов. А средства выбирают не всегда благородные. Артисты, к сожалению, не к астрологии прибегают, а к черной магии в основном. Они этой ерундой занимаются. Вначале Ещенко не сильно везло с работой. Он сыграл эпизодическую роль жандарма в сериале «Петербургские тайны». Потом перебивался с хлеба на воду рекламой и радио. И уже думал, что астролог ошибся. Но за день до отъезда в Воронеж хорошие знакомые устроили Ещенко с Матрины у Евгения Петросяна. Мэтру понравились два номера, и их записали для смеха панорамы. Свой теледебют Святослав увидел уже дома. И вдруг звонок из Москвы. Молодого юмориста пригласили на гастроли. И уже вместе с другими артистами Ещенко должен был не только доказывать свой талант, но и защищаться от завистников. Порчу друг на друга насылают. Вот на мне, кстати, была порча. Мне сделали очень много проклятий на смерть. Я знаю, кто. Это коллеги по цеху. Единственное, что я не говорю, кто это. По наблюдениям Ещенко, черной магией в среде артистов никто сам лично не занимается. Для этого нужны специальные знания и недюжинная смелость. Человек, который занимается черной магией, он несет потом жестокое наказание. Но весь ужас заключается в том, что он не может от этого отделаться. Это как наркотик. Навести на кого-то беду приглашают специалистов. С результатами такого колдовства Святослав сталкивался не один раз. Обычно, если уж маг это делает, да, черный, то они входят и втыкают кнопки, это самое удобное. Остырье должно направлено внутрь помещения быть. Они втыкают за картину какую-нибудь, за шкаф и начинают как бы медитировать на эту кнопку и посылать туда порчу, проклятие. А, как правило, вот эти оскверненные кнопки, они вообще ржавые бывают. Берешь пассатижами с изолированными ручками, сдает кнопку и на огонь. И в этот момент этот чародей начинает корчиться в муках. Святослав Ещенко советует, когда устраняешь орудие порчи, нельзя отвечать на телефонные звонки или открывать кому-то двери. Потому что темные силы сопротивляются. И с кем-то даже с близким родственником могут ворваться, как бы помешать этому процессу. О темных делах в юмористических кругах заговорили после того, как Святослав Ещенко попал в аварию. Его случай стал уже пятым в цепи автокатастроф с известными юмористами. Складывалось впечатление, что это не просто совпадение, а результат наведения порчи. В 92-м году в Германии в аварию попал Владимир Винокур. Погибли два пассажира. Знаменитому артисту угрожала ампутация ноги, что могло поставить крест на его эстрадной карьере. С тех пор день аварии Винокур считает своим вторым днем рождения. Потом на Дальнем Востоке в ДТП попал Сергей Дроботенко. Джип, в котором он ехал, сделал несколько оборотов в воздухе после столкновения с легковушкой. Но Сергею повезло отделаться незначительными царапинами. А вот в 2005-м авария забрала жизнь любимца аншлага Михаила Евдокимова. Его машина врезалась в березу. Но что именно заставило ее делать роковые пируэты на перекрестке, до сих пор загадка. Хозяйка аншлага Регина Дубовицкая считает, именно Евдокимову она должна быть благодарна за то, что вместе с Еленой Воробей чудом выжила в аварии, случившейся в Черногории в мае 2007-го года. За несколько метров перед тем, как такси с женщинами вынесло на бетонный забор, они проехали церковь Святого Михаила. То, что все эти аварии мистическим образом связаны между собой, стало понятно, когда несколько месяцев спустя, как завороженный отключился и уснул за рулем своего автомобиля и Святослав Ещенко. Несколько лет назад мне астролог сказал, что ты попадешь в аварию с черепно-мозговой травмой. Я сказал, да ладно, не хочу, этого ничего не будет. Отвернуть от себя беду Святославу не удалось. Но чудо все-таки произошло. Последствия аварии могли быть значительно трагичнее. Я же во сне рулил вообще. Тоже мистические способности. Между прочим, я проехал огромный мост, несколько километров, в спящем состоянии. И очевидцы видели, что машина виляла, но я этот мост проехал, прежде чем скатиться в кювет. А там уже дерево ждало, которое... Я застрял между деревом и обочиной так рад. Откуда она взялась вообще? Через две минуты скорая помощь подъехала. Святослав Ещенко никого не обвиняет в случившемся. Аварию считает хоть и жестоким, но поучительным уроком, а не результатом наведения порчи. Закон кармы не был нарушен. То есть за какие-то свои деяния в прошлой жизни я получил эту аварию. Ну, совершенно удивительным образом, я не знаю, полностью был защищен. Не все бывает за что, бывает на что. Бывает строгий, но добрый родитель не наказал, но проучил. Субтитры создавал DimaTorzok